Ну что, друзья, досмеялись, доприкалывались, дошутились, помните, да, в интернет по паспорту, а они там серьезно. Роскомнадзор накануне опубликовал вот такое вот предложение, что новые пользователи интернета и соцсетей, да, возможно, надо сделать так, чтобы они действительно ходили в интернет по паспорту, регистрировались в соцсетях по паспортным данным, не только по паспортным данным, обязательно указывали домашний адрес, телефон, если есть, красота. Вот красота, просто повторюсь, вчера мы еще над этим шутили, считали это абсурдом, а сегодня все, сегодня эта информация опубликована на сайте Роскомнадзора, они предлагают нам этим заниматься. Ребят, а что вы дальше не пойдете? Давайте гетто построим, колючей проволокой обнесем, неблагонадежных туда, в это гетто, будем им звезды рисовать на фуфайках, как это было совсем недавно, да, там, 70 с лишним лет назад, там, около 80. Не хотите вот эту историю попробовать, а, или после выборов вы этим займетесь? Ну, если серьезно, знаете, ну, это вообще, во-первых, бред сумасшедшего, бред, вы еще в трусы ко мне залезьте, да, первый момент, второй момент, с какой радости, я должен где-то там оставлять свои паспортные данные личные. Вы сначала за безопасностью научитесь следить в том же интернете, а потом уже вот такие инициативы в массы продвигаете, потому что я не уверен, что сегодня я зарегистрируюсь через паспорт, а завтра мой паспорт, и не только паспорт, но и домашний адрес, и все остальное, не будет продаваться на десятках, сотнях, а может быть даже тысячах сайтов, мы это наблюдали, это есть. Это суровая действительность, вот научитесь с этим работать, а потом пытайтесь рождать какие-то, как вам кажутся, идеи. Так что, дорогие мои, спасибо за предложение, но они пошли бы вы в жопу. Займитесь делом уже, наконец. Всем хорошего дня!